Субтитры подогнал «Симон» И мы начинаем третий урок, не заключительный, у нас есть еще как минимум после него пять, и его пиком будет минус один, шаг вниз, деградация, назовем это разрушение идиллии или гармонии человека с Богом. Но, чтобы подобраться туда, я хочу еще продолжить комментировать вторую главу, она очень интересная и очень такая плодовитая. Окей, друзья, мы сейчас обращаемся к бытию, вторая глава, и я буду говорить о том, что там еще было досовершено, потому что это очень важный момент, чтобы понять, что мы потеряли или чем мы были, или хотя бы как-то понять. И здесь я буду пользоваться нашими еврейскими толкованиями, чтобы показать вам, как, к сожалению, или к радости, нет, к радости, не нужно говорить вот только так и никак иначе. Очень часто это является конфликтом для многих верующих, когда они начинают говорить, ну вот если ты не понимаешь, как я, значит мы как бы чуть ли вообще уже и не братья. На самом деле, Писание намного шире. Итак, читаем, вторая глава. «Так совершены небо и земля, все воинство их, и совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал». Синодальный перевод и закончил в седьмой день. То есть, что получается, он еще и в седьмой чего-то делал? Вы знаете, стандартное толкование на эту тему, что в седьмой день Бог внес благословение и покой. То есть, благословение, покой – это чего-то такое особенное состояние, которое как бы ранее, наверное, не существовало в течение шести дней. То есть, когда вот он это еще внес, то вот эта семидневная неделя стала совершенной. Поэтому я думаю, что он там сильно и не работал, хотя мы толком ничего и не знаем. Вот читаем, что есть, и так пытаемся понимать. «И благословил Бог день седьмой, и осветил его, то есть покрыл его каким-то особенным присутственным благословением, и он и почил». Все знают, что этот седьмой день называется Шаббат. Слово «Шаббат» от слова «лишбот» или «бастовать». Ну вот сегодня есть такое наиврите выражение, что если мы бастуем, то мы объявляем вот такое отделение от физической работы. Ну, очень интересно, что когда люди бастуют, они не просто не выходят на работу, они часто начинают митинговать или там чего-то протестовать. То есть, все равно как бы чего-то делают. Так вот, когда Бог повелевает человеку закончить работу, то он не повелевает ему погрузиться в такое аморфное полусонное состояние. Хотя, конечно, это большое благословение выспаться. Но я хочу немножко про Шаббат поговорить больше. Шаббат – это, безусловно, Божий день. Безусловно. И, по крайней мере, Бог в этот день что-то не делает, что делает в обычные дни. Хоть опять-таки я хочу сказать, слово «Бог работает» или «Бог делает» – это только для нашего мозга. Мы вообще не понимаем, что это, кто он такой, всемогущий, непознаваемый, человеколюбивый, милосердный. Но даже эти слова мы не понимаем однозначно. Я поясню, что я имею в виду. Вы знаете, часто у нас ассоциативное мышление. Допустим, добро. Бабушка добрая. Ты был маленьким мальчиком, бежал, споткнулся, поцарапал коленку, и бабушка тебя утешила. Ты говоришь, бабушка добрая, моя дорогая бабушка пожалела меня. А потом мы это же слово «доброе» или «хорошее» переносим на Бога. Но тут оно не всегда так работает. Иногда мы в жизни разбиваем не только коленку, и Господь допускает это, но в общем пространстве, как говорится в римлянам, все содействует ко благу. И познаем, что добрый, милостивый Господь, но как он там почил, отдохнул, мы это не понимаем. Вторая вещь, которую мы знаем про Шаббат, это 100% день, который Господь Бог митвой по велениям дал израильскому народу. И здесь мне скажут сразу, а мне евреи, как им, что с ними делать? Я вот здесь скажу, это вещь, которую каждому нужно решать со своей совестью. Но если мы следуем деяниям апостолов в 15 главе, то там сказано, что неевреи свободны от еврейских праздничных дат и поведения. Хотя свободны, это не значит, что они должны исполнять. То есть, как чувствуют. Теперь, я вам дам историю. До примерно 4 века, после того, как ученики Ешуа Машеха вышли зачислено за пределы Израиля и стали благовествовать язычникам, и те стали обращаться в веру в Ешуа, в Мессию Израиля и в еврейского Бога, на самом деле многие постановления, которые были приняты в Израиле, распространились на все эти нееврейские группы людей, которые называют экклесия или церковь, или община, или кихила, как хотите назовите. И многие из них сугубо следовали еврейским законам и постановлениям. И даже, когда Константин, окруженный уже не еврейскими, даже более, скажу, антисемитскими учителями, провозгласил, хватит с этим, люди сильно не слушались, продолжали это делать. И только в 4 веке, даже ближе к концу 4 века, у меня сейчас выскочило из головы имя этого епископа, который вдруг заявил, что мы предадим анафеме человека, кто продолжает соблюдать еврейские традиции. И вот с этого момента, с 4 века, история соблюдения Песах еврейского, или еврейского праздника Суккот, или Шаббата, стала отходить и сходить совершенно на нет. Поэтому каждому из вас важно решить это. Я дам еще несколько образов для Шаббата, чтобы вы поняли, что Шаббат значит в Священных Писаниях. Вы знаете, машина, любая машина едет, 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 потом нужно в заправку заехать. Человек 6 дней работает, работает, и 7 день он как бы позволяет остановиться и как бы приехать на дозаправку, чтобы бензин Божий зашел в сердце. Еще Шаббат можно сравнить со свадьбой. Свадьба – это когда ты вырываешься из суеты, когда жених с невестой, они центр всего, соединяются вместе. И в еврейской свадьбе это всегда такой балдахин, называется хупа, под которой как бы присутствует щена Божья, Божье присутствие, отделяя вот эту пару от всех. Моя дочка недавно вышла замуж, и ты переживаешь это? Ты реально это переживаешь, когда ты стоишь с женихом и невестой под хупой рядом, ты чувствуешь, что там все заряжено Творцом. Шаббат – это примерно то же самое. Это как будто пелена спускается с небес, но пелена благословения и помазания, мира и устройства. Какой день вам праздновать, это вы решайте сами. Здесь я вам советовать не буду. Итак, я продолжаю читать. Бытие, 2 глава, 4 стих. Вот происхождение неба и земли, я какие-то вещи буду быстрее. И произрастил Бог полевой кустарник, и то, и другое. И не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли, орошал все. 7 стих. Здесь хочу, чтобы вы прислушались ко мне. И создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Я не хочу вас сильно сейчас перегружать, но все, наверное, помнят, что в послании Павла, первое философилинтийцам, 5, 23, Павел провозглашает благословение, и будут благословлены дух, душа и тело каждого человека в пришествии Господа Ишуа Мессии. На самом деле, человек – это комбинация не только трех. В нем есть больше, чем только тело, душа и дух. И вот здесь показана еще одна составляющая – дыхание жизни. Нешима. Нешима. Душа – это нефеш, а нешима – это дыхание жизни. Если мы читаем на иврите, мы еще находим как минимум две дополнительные составляющие в других текстах пророческих у пророков – это хая и ехида. Но тогда, наверное, может быть, есть еще какие-то составляющие у человека. То есть просто образно, когда человек умирает, тело возвращается в землю, наша душа идет и спит, поэтому нужно было пробуждать Самуила там в какой-то момент. Дух возвращается к Богу, что-то еще там идет и проходит суд, что-то упокаивается на пажетях пышных. То есть есть чему двигаться в разных направлениях, и при воскресении мертвых Господь все это соберет. Но тогда задаемся вопросом, а почему Павел благословляет в пришествии еще только душу, тело и дух? Самый простой такой, на вскид ответ, наверное, потому что эти три нашего человеческой составляющей больше всего соприкасаются с внешним миром и нуждаются как бы в покровии и защите. А те внутренние какие-то связи, connections с небесами, с Господом, они никогда не прекращаются, потому что туда мир просто дойти не может и достигнуть не может. Но когда Адам согрешил, эти вещи тоже нарушились и тоже ослабели свои функциональности. Именно поэтому сегодня человек мирской, скажем так, редко видит проявления Божие. Но продолжаем дальше. То есть это было какое-то физическое место. Если вы прочитаете, здесь даже описаны реки, часть из которых сохранилась до сегодняшнего дня. То есть это реки, которые здесь на ближнем, среднем востоке протекают, огибают. Мы не знаем точное расположение рая. Мы не знаем. Почему мы не знаем? Потому что, как минимум, после того, как Адам был изгнан из рая, там поставлен был херув или херувим с обращающимся мечом. Не только, чтобы Адама туда не пустить. По всей видимости, ему было поручено с этим мечом вырубить этот сад, разрушить его. И также после этого воды потопа пришли. И там было, по всей видимости, разделение или какое-то движение материков, какие-то субтречины. Мы не знаем ничего этого. И что-то сохранилось, несколько орех существует до сегодняшнего дня. Но где конкретно был рай, очень сложно понять. Но он был. И Господь там произрастил всякое дерево приятное на вид и хорошее для пищи. И тут даже есть какие-то странные вещи. Зачем Адаму нужно было золото и бдалах и камень оникс? Есть разные переводы. Что такое бдалах и камень оникс? Изумруд, сапир или это бриллиант, алмаз. Мы не знаем точно, не имеет значения. Единственное, что здесь мы понимаем золото. Золото может быть плохим, я не знаю. Но может быть там было оно самой высшей пробы. Я в этом не сильно разбираюсь в золоте. И 15 стих. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемским, чтобы возделывать его и хранить его, охранять его. Я уже рассказывал о суперспособностях человека в прошлом раз, когда человек владел этой жизненно рождающей силой, которую мы сегодня с трудом понимаем. То есть он мог не только охранить, Бог не дает сверхмеры, хранить от всякого внешнего врага сад, но мог еще возделывать его. И здесь я советую вам убрать с памяти картинку из мультика «Супербук», там где Адам и Ева с грядками, с лейкой шли, там чего-то поливали. Он был, Адам был по сути мини-творцом. Он по сути мог там делать великие вещи. И заповедовал Господь Бог человеку «от всякого дерева ешь, а от дерева познания добра и зла не ешь». И здесь мы чуть позднее еще предподойдем к этому моменту. Он непростой. И мы сейчас в 18 стихе. «И сказал Господь Бог, нехорошо бы человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Интересно, что здесь и на дальнем переводе совершенно другой смысл. Здесь подобного, то есть очень похожего мужчина, женщина, который очень похожий. На самом деле здесь написано «эзер кенэгдо», и это противоположность, полная противоположность. И потом Господь проводит всех животных здесь, где Адам являет свою силу, таланта, я уже говорил об этом. И потом с 22 стиха мы читаем, что Адам 21 «Навел Господь Бога на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его, закрыл плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека». Здесь человек назван Адам. И есть такое традиционное толкование, что в слове Адам на иврите это Алиф, Далит, Вемем, присутствуют уже некоторые пророческие намеки. Алиф, Адам это он же Адам, Далит это Давид, потомок грядущий, великий потомок, и Мем Машиах, который являет искупителя. Так это или не так, я не знаю, но женой привел его к человеку. И вот здесь вот 22 стих, очень интересный. И сказал человек, вот это кость от костей моих, плоть от плоти моей, поэтому будет называться женой, ибо взята от мужа. Практически ни на одном языке вот эта вот комбинация, кроме иврита, не видна в своей логике. Здесь когда жена взята от мужа, какой смысл? Жена, муж, даже слова эти разные. Но на иврите здесь есть очень интересная логика. И вот я вам покажу, как записано слово Иш, это муж, а Иша, это жена. И здесь есть две буквы, которые различают эти два слова. То есть два слова, в каждом слове три буквы. Здесь присутствует Юд, а здесь Хет, Хей. И что интересно, эти буквы находятся в тетраграмматоне. То есть помните, когда позднее Господь скажет с именем Эл-Шадай, я открывался Авраам, это когда Господь говорит с Моше, а с именем моим Юд, Хей, Вав, Хей. И некоторые люди как бы дерзают, говорят такие слова, Яхва, не Яхва, никто не знает, как оно читается. Там есть вот эти буквы Юд, Вехет. И что интересно, если мы убираем Юд, Вехей из этих слов, то мы увидим слово Эш. Эш, я его вот записал, Эш. Эш, это огонь. И если жена и муж не имеют между собой составляющую, которая называется Господь посреди. Помните, в Экклесиасте очень классно Соломон сказал, что нитка скрученная в трое. Если Господь не присутствует посередине, и он выведен из семьи, то результатом всего этого будет Эш, огонь. И это, наверное, отвечает на вопрос, почему так много конфликтов. И написано, поэтому оставит человек отца и мать, и будет двое, одна плоть. Вот эта вот штука, еще одна, которую я хочу здесь заметить, что они были двоем, не стыдились, и двое стали одной плотью. Некоторые используют это место, чтобы подтвердить, как единичность может совпадаться и образовывать множественность, чтобы говорить о множественной внутренней составляющей одного единого Творца. Я не знаю, насколько это легитимно, потому что еще раз сказал, что Творец, он непознаваемый и открывает себя так, как он хочет. И я не уверен, что это местописание может давать как единство и множественность могут совмещаться вместе. Но если некоторые так толкуют, ну как бы нормально, ничего в этом плохого нет. А вот сейчас, основная часть, в самом конце урока, здесь мы начинаем читать историю, которая привела к катастрофе. И написано, змей был хитрее. Слово «хитрый» на иврите здесь звучит как «арум». «Арум» — это голый, но «арум» — это может быть и хитрый. То есть не очень понятно, что такое слово «арум» в данном случае, почему перевели хитрый, а не голый. То есть он, а возможно это двойное выражение, которое поясняет, что вся его суть была открытой. И он сумел обмануть жену Адама, Хаву. И он подошел к ней и сказал, подлинно ли, сказал Господь Бог, не ешьте ни от какого древа в раю. Здесь я хочу сказать, и жена сказала, нет, и то, и все, мы можем есть. Но знай, и сказала жена змею, плоды с деревья мы можем есть. А змей в пятом стихе говорит, но знает Бог, что день, в который вы вкусите, их откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Я хочу сказать, что здесь это очень сложный текст. Таких много в Писании. И когда есть кто-то, кто говорит, вот только так, я вот здесь, ну просто. Я вам дам три стандартных еврейских толкования на данный текст. И некоторые согласятся, некоторые нет. Но я просто даже тем, которые не согласятся, хочу, чтобы вы услышали одну вещь от меня. Допустите легитимность другого толкования. Это поможет вообще смотреть на Писание пошире, и это немножко смиряет нас. Вот одно из толкований. Это был дьявол, который, или сатан, который принял образ змея и подошел и разговаривал с женщиной. Это одно из толкований. Есть другое толкование. В Бытие, в шестой главе написано, что на земле были нефилим, какие-то существа, потом мы поговорим, которых число умножилось после того, как ангелы или сыны Божьи спустились с небес и тоже стали этим заниматься. Но вполне возможно, что одним из нефилим, который уже был, это был этот нахаж, змей, который чем-то напоминал человека, и он претендовал на какие-то вещи, и это он разговаривал с женой Адама. Есть другое мнение, что Самаэль, один из сатанинских ангелов, я сейчас скажу, что такое слово сатан обозначает, говорил устами змея. Это четвертое толкование. Есть и третье толкование, есть и четвертое, пятое, много. Дам еще одно. Хава сидела в тени дерева и пила чай. И в этот момент она увидела, как змея ползла по дереву. И ее мозги столковывает, нам же было сказано не трогать это дерево. А здесь вот эта подлая змеюка ползет и даже пытается грызть плод, если ей ничего, может, то есть ее мозг рождал такую интерпретацию. Какая вам интерпретация нравится? То есть обычно все были научены, что сатан стал змеем или устами змея говорил. Ну вот есть две другие опции, и мы не знаем, какая из них правильная. Но вот эта вот тема, что сатан говорит жене Адама, вы будете как боги. Понимаете, слово «бог», оно записано не одним обозначением в Писании. Есть Элухим, есть Элеон, есть Юдгей, Вавгей, как мы, тетрады, грамматон. Есть Эль-Шаддай, есть разные имена, которыми бог являет себя человечеством. Но вот здесь вот с этим словом «Элухим» есть определенная сложность. К примеру, если вы зайдете в псалом, вот я здесь не указал, какой псалом, это псалом Асафа, и, по-моему, это 80 какой-то псалом, я сейчас скажу вам, чтобы вы могли у себя видеть, «Бог среди богов произнес...» Сейчас я вам скажу. Это 81-й псалом. И там сказано, «Бог, Элухим, среди богов, Элухим стал в сонные богов, опять Элухим, доколе вы будете судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым». И седьмой стих его еще позднее использовал по отношению к своим ученикам. «Вы, я сказал, Элухим, сыны Всевышнего, боги, вы, дети Элеона», то есть всемогущего творца. То есть здесь идет все время игра со словом «Элухим», и как будто слово «Элухим» не нужно переводить однозначно как «бог», но как «творец всего» стоит посреди каких-то высокопоставленных представителей духовной власти, какие-то «Элухимы». Я не понимаю этот стих, и я могу только предполагать. Есть еще одно непростое место. Это Псалом 8, 5 и 6 стих. Вы все знаете этот Псалом, но в синодальном переводе он неправильно переведен, и во многих других переводах неправильно. Там написано, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью венчал его. Умолил его перед ангелами. На самом деле в иврите там не ангелы стоят, а опять-таки слово «Элухим». То есть человек был создан для какой-то супервысокой позиции, и он должен был, по всей видимости, войти в эту позицию и даже стать выше, потому что когда Ешуа, последний Адам, воскресает из мертвых и совершает дело избавления, написано в Ефесянах, что он был посажен выше любого престола, то есть по правую руку от Бога. Но, по всей видимости, Адаму был предложен этот путь. То есть Адам понимал его, и псалмы намекают, что он должен был войти в сон каких-то судей, каких-то великих не правителей, а управителей. То есть Бог сотворяет это творение вселенной, и какие-то управители отвечают за какие-то сферы. И Адам, человек из праха земного, должен подняться на такую высоту. И поэтому, когда Хава или слышит змея, или слышит свой мозг, или слышит сатана, говорящего через змея, и слышит слова «Вы будете как боги», то есть у нее есть «Окей, это же не совсем ложь, я думаю, что я смогу». И вот она двигается в этом направлении, и она уговаривает Адама съесть от этого древа. И здесь начинается балаган. И перед тем, как мы перейдем к этому балагану, я хочу сказать, что я думаю, что тот абсолют человек, 100% голова, дух, он чувствовал Господа Бога, но он, по всей видимости, сам решил что-то сделать такое. Я не могу понять всю эту премудрость, я не могу понять, что Адам пустился, ну, говоря современным языком, во все тяжкие, и навлек на человечество такое проклятие, в котором мы до сегодняшнего дня видим боль, смерть, болезни, несчастья всякие. Наверное, он выбрал этот путь не превосходный, а путь бет, потому что он так решил, я не знаю, я часто думаю об этом, и у меня нет ответа, но это сложно. Он пошел по этому пути, и тут началось все меняться. Давайте читать интересные еще вещи. Восьмой стих, третьей главы. «И услышал Господь, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И сказал Господь Бог к Адаму, и сказал, где ты?» Здесь есть несколько интересных вещей, которые я бы хотел, чтобы вы обратили внимание. Опять-таки, вы не обязаны со мной соглашаться, но здесь написано в прохладе дня, в оригинале написано «Ба-руаха-йом». «Руаха-йом» — «руах» — это переводится как «ветер», поэтому можно перевести как «прохлада дня», но «руах» — это то же самое «руах», про которого в Бытие 1.1 сказано «И руаха-донай», «руах Божий витал над землей». То есть мы можем перевести, что «в день руаха». Не в прохладе дня, не в ветреный день, а в день руаха. И я допускаю, что это был день Шаббат, когда Господь устроил вот эту заправку для Адама и Хавы, чтобы быть с ними, но они уже согрешили, и они чувствовали себя некомфортно погрузиться в покой, в присутствии Господа Бога, и поэтому спрятались. Но что здесь интересна еще одна вещь. Создается впечатление, когда мы читаем на русском языке, что Господь Бог ходил по раю, так, знаете, топает по раю, и его голос слышится Адаму. «Эй, Адам, эй, где ты?» Иврит здесь говорит немножко иначе. Иврит здесь говорит интересно. Он говорит, что «глаз Божий ходил по раю». То есть каким-то образом глаз Божий, это выражен здесь как персона. Глаз Божий. И вы знаете, я лично думаю, что когда апостол Иоанн писал свое Евангелие, и в первой главе, в первом стихе Евангелие сказал, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, он как раз-то ссылался вот на этот стих, потому что здесь написано «глаз Господа Бога». Сначала спросил «где ты, Адам?», а потом произнес «на Адама хаву, на змея, на землю суд». То есть глаз Божий, который потом воплотился, то есть возможно здесь предвоплощенное выражение нашего Спасителя. И очень интересно, что здесь в этих стихах Он стоит как судья. Мы сегодня, Ешуа, не знаем как судью, то есть написано в Откровении, что Он придет как судья, и Он сам сказал «Бог дал мне власть судить, всю власть судить отдал Мне, но сейчас Я пришел, чтобы миловать». Именно поэтому мы живем во время благоприятное, когда Он милует, но когда-то Он судил и когда-то опять будет производить суд. Ну, так, чтобы мы могли понять. Короче говоря, мы знаем, что там произошло. Были возглашены слова ограничений проклятий на Адама, на хаву, на змея. Что интересно, а вы врите? Слово «проклят» имеет самые разные выражения слов. И есть такое легкое проклятие «клала», то есть ты согрешил, вот тебе это. Когда Бог проклинает змея, Он говорит ему интересное слово, на еврейском написано, «Арур-ата». Ты, Арур, проклят, но уровень Арур – это уровень, который видоизменяет даже внешнее, не только внутреннее, но и внешнее. И мы знаем, будешь ползать на земле, то есть это дается намек, возможно, что змей мог ходить до этого, а тут вдруг его тело видоизменилось. Но еще раз я повторю, этот змей или Нахаш, это вполне мог и не быть тот, про которого мы представляем в голове, там, удав, или там, питон, или там, гадюка, или кобра. Я не разбираюсь в этих змеях, но этого мог быть совершенно другое существо, какое-то нефилимного выражения, похожее, вполне возможно, на человека. Я думаю, что у некоторых сразу в голове выскочат, «О, какие-то рептилоиды прилетели!» На самом деле я далек от веры в инопланетян, но я допускаю, что, и я говорил уже, что когда Бог сотворил небеса во множественном, и землю, то есть эту землю, и небеса, то есть какие-то перекрывающие друг друга миры, то что-то там могло и быть, и какие-то взаимосвязи происходят. Мы про нефилим будем учить на следующем уроке, но здесь было произнесено проклятие, и самое ужасное для человечества, он был выставлен из Эдема. Теперь написано, что до этого Адам и Хава были голые, не стыдились, а здесь они прятались. И есть такое мнение, что вот 3 глава, 21 стих сказано, «И сделал Господь Бог Адаму и жене его кожаные одежды, одел их». Многие толкуют, «О, вот здесь была заклана первая жертва, и был предложен потом образец, как закалывать жертвы, чтобы балансировать состояние праведности». Может быть, вполне может быть, что там была заколота жертва, и Господь сшил красивые, модные, такие крутые одежды для Адама и Хавы, и они стали законодателями мод для всех. Но некоторые думают, что когда Адам был в раю с Хавой, то их тело покрывало шхина, или слава Господня, которая давала им особенное благословение, но и давала защиту. И вдруг из-за греха эта шхина отступает. И вы знаете, некоторые говорят, что кожаные одежды – это всего лишь эпидермис. Вот это внешняя грубая часть нашей кожи, которая значительно понижает, услышите, чувствительность. То есть Адам до этого мог чувствовать, а тут его чувствительность была понижена, но он стал более приспособлен к внешнему раздражителю. То есть ни холод, ни жара уже не поражали его. И я думаю, что с одеждами они уже справились как-то сами. И 23 стих говорит, «И выслал его Господь Бог из Эдемского сада, из которого и выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделать землю, из которой он взят». И там сказано еще, что Господь поставил херува, или херувима по-русски, с мечом, чтобы охранять, чтобы Адам и Хава не вернулись назад. Знаете, здесь произошла величайшая трагедия. И если я опять вернусь к цифрам, то хочу сказать, что, ну, не знаю, 20-30 процентов, но Адам от своего вот этого первозданного величия потерял там. И он как будто был сброшен с этого пьедестала. И это уже отразилось на его физическом состоянии. Ему было определено только тысяча лет. И оно сказано, в день тот, который ты согрешишь смертью, умрешь. Но в другом месте написано «Для Господа Бога один день, как тысяча лет». И вот Адам умер через 930 лет. Кстати, на эту тему есть поразительный мидраж. И я его расскажу, еще раз повторюсь. Я не ставлю мидраж на одно уровень с священными писаниями, но, как говорил один человек, человек, который не знает мидраши, он невежда, а который верит мидрашам, он глупец. Но есть некоторые мидраши, которым стоит прислушаться. И вот когда Адам уже стоял на выходе из этого Эдемского сада и уже внутри оплакивал свою судьбу и сожалел о том, с чего он отказался, он сказал, «Господь, могу ли я у тебя попросить чего-то? Покажи мне грядущее поколение». И Господь ему в секунду показал все грядущие поколения. Ведь в конечном итоге мы все дети Адама, даже сегодня все эти 9 или 10 миллиардов живущие на земле, мы дети одного человека, одной пары, Адам и Хава. И мидраш рассказывает, Адам увидел всплеск, свет на ком-то, и этот свет исчез. Он говорит, кто это был? Кто этот мой потомок, который был как заря в славе, но исчез быстро? И мидраш говорит, что Господь ему ответил, «Это один из твоих потомков, Давид, простите». Давид. А почему, Адам спрашивает, а почему он блеснул и исчез? Потому что ему определено в день рождения умереть. И тогда Адам сказал, «Я чувствую великое предназначение этого человека. Возьми от моей тысячи 70 лет и отдай Давиду». Ну, Писание говорит нам, что Давид умер в 70 лет, а Адам в 930. Ну, так это или не так, я не знаю, но там произошла трагедия. И идиллия или гармония с Господом Богом нарушилась. Все упало вниз. И я хочу, чтобы вы запомнили цифры. 100, минус 20 или минус 30. Они упали и стали где-то на 70%. Я не знаю, так ли это, больше, меньше, не так важно. Они значительно потеряли. Они потеряли дозаправку в день шабатни в прямом присутствии с Господом Богом. И понятно, что ихняя жизненная сила все равно била ключом. Но это уже было не то. На следующем уроке мы поговорим о следующей фазе деградации. И если здесь разрушилась идиллия или гармония с Творцом, там мы будем говорить о разрушении идиллии с творением. Как они взаимодействуют друг с другом. Я вам буду показывать из книги «Бытия», как развивалась эта трагедия людей. А потом мы перейдем к следующему, когда произошло разрушение идиллии в человечестве. Когда мы будем говорить про Вавилон. Наберитесь терпения. Я не буду сейчас ждать у вас никаких вопросов, ответов, ничего. Я вижу, что лучше начинать с ответов на комментарии. Тогда у людей, которые слушают, есть какой-то сформированный более-менее вопрос. Я желаю вам всем благословения. Тема непростая. Еще раз, не надо со мной автоматически соглашаться. Раскройте свое сердце перед Господом и смотрите на Писание широким взглядом, зная, что верен возлюбивший нас. И Сын Его искупил нас, если мы держимся этого пути с верою. А все остальные вещи, они просто или стимулируют, или укрепляют, или расширяют наше видение. Это самое важное. Я желаю вам всем мира и благословения, и защиты от Господа Бога. И до следующей недели. Шалом. Субтитры создавал DimaTorzok